Как эмоциональным людям не принимать все близкое к сердцу? Не принимать, а учиться разделять это с кем-то. Эмоциональный человек должен научиться с кем-то переживать свои чувства, с близкими людьми. Потому что эмоции имеют свойство захватывать нас, и как будто человек растворяется в этих чувствах. И в чем сложность? Человек как будто ожидает, что это будет всегда. Касательные счастья и негативных чувств, то же самое. Научиться с кем-то разделять эти чувства. А вот если вы вспомните, когда, допустим, вы плачете, и вам плохо. Но если кто-то рядом находится, и вы можете это сделать на коленях у кого-то или на плече, это совершенно по-другому происходит. Так же? То есть я с кем-то разделил свои чувства. Впечатлительным людям порой нужно вот такой прибеж, чтобы кто-то принял их чувства. Это хорошая способность, что ли, переживать. Но за любыми чувствами должна быть проявлена потребность, в чем я сейчас нуждаюсь. Что можно много плакать, но не понять, а что внутри. В чем действительно ли я нуждаюсь. Вот и в идеале человек должен научиться переживать свои чувства с Богом. Когда у него появится доверие к людям, к старшим, к учителям. В какой-то момент такой человек учится переживать свои чувства с Богом. Есть люди, которые могут прийти в храм или в мечеть и пережить свои чувства, поплакать. Да, мне больно сейчас, Бог, мне страшно, я потерялся. Я не знаю, кто я. И Господь, Он примет эти чувства. И человек увидит здесь, он не проваливается. Он не обвиняет за эти чувства нас. Не пытается нам что-то навязать. Не может открыться. Много причин. Здесь, знаете, нужно понимать каждый раз конкретный случай. То есть в чем это эмоциональность проявлена. Это или слишком много боли, или желание спасти кого-то, или желание кого-то там чью-то боль взять на себя, эти эмоции пережить за кого-то. То есть там много разных причин. Здесь очень сложно дать какой-то ответ. Конкретный. Нужно смотреть вот в конкретной ситуации. С чем эта эмоциональность такая чрезмерно вызвана. Может быть, это просто природа человека. Так или иначе, эмоциональным людям легче живется. У меня недавно была на консультации одна девушка, и они близняшки. И одна очень эмоциональная, а вторая, наоборот, все внутри себя. И вот та, кто умеет эти эмоции проживать, ей легче живется. А та, кто подавляет себя, она вроде бы кажется такая спокойная, все у нее правильно, но внутри она подавляет и болеет от этого. И не позволяет переживать себе это. Это дар. Но нужно правильно их переживать. Если мне больно, нужно увидеть эту причину боли. Я нуждаюсь в любви. От кого в любви? От мамы. Вот пойдите и переживите это с мамой. Потому что кроме мамы эти чувства никто не примет. Если это потребность от мамы. Если это к папе, идите к папе. Или почувствуйте, что кто-то из людей поможет как-то вам почувствовать, что вы можете опираться. На дать вот эту поддержку. Мужскую силу или женскую. То есть как будто вы позволяете себе это почувствовать. Может быть, это не мама и не отец ваш. Но здесь вы увидите, что эти чувства принимают. И там есть поддержка, любовь. Понимаете? Что я как будто соприкасаюсь со своей потребностью и обращаю ее туда. То есть мои эмоции, они направлены. Вот почему я и говорю, что здесь нужно понять, откуда эти эмоции. Какая у них природа в этих чувствах. Продолжение следует...